и снова здравствуйте с вами александр синин продолжаем уроки по свифту так пишите комментарии к этому видео лайкайте его пишите мне обратную связь сегодня у нас очередное занятие будем разбираться разбирать что такое структуры это у нас уже девятое занятие структуры создаем очередной playground значит что такое структура давайте просто пишем кратенько структуру да и разберем на примере значит пишем ключевое слово struct называемые как-нибудь да и заполняем поля да здесь могут быть переменные функции инициализация у структуры может быть какая-то да если мы описываем структуру например . да . то точки соответственно есть координата x и у нее есть координата y да вот такая вот пожалуйста структура до простенькая у нас вот видите здесь два типа и две переменные x и y они у нас опциональные да то есть когда мы создадим эту структуру например вот мы сделаем структуру типа point то соответственно px и py у нас значения будут ниловые да поскольку это опционал то есть мы здесь можем присвоить например координаты x равно 0 и y равно 0 вот соответственно если сейчас мы их выведем то они у нас будут нулевые значит если нам нужно если соответственно точка у нас не может находиться нигде да то нам нужно чтобы они были у нас не опциональные да самое простое это сделать их по умолчанию равным нулю то есть соответственно они у нас уже вот без инициализации сразу по умолчанию встанут в ноль помимо всего прочего можно написать так называемый метод и нет в котором передать два значения x int и y int да и соответственно присвоить здесь значению x x соответственно а значению y y да и соответственно инициализация уже этой структуры будет выглядеть вот так вот ведь он у нас уже ругается что просто так и ну так вот такая инициализация уже не прокатит да вот то есть нам если мы хотим это сделать надо нам нужно еще писать один и нет в который соответственно оставлять пустым все тогда ведь когда это прокатит так теперь значит если мы хотим воспользоваться вот этим методом и нет можем кстати вот в этом и нить можем x сделать равным нулю а y равным нулю вот такие вот значения будут по умолчанию соответственно здесь инициализацию удалить и x-код это съезд значит что у нас здесь будет вот с этим вот с этим инициализатором да как это будет выглядеть например вот еще одну точку мы хотим мы ее так назовем point равно point и здесь соответственно у нас уже есть два варианта то есть начальными значениями x соответственно 10y например 10 на соответственно давайте посмотрим что у нас лежит в point x и point y у нас здесь лежат вот наши десятки да также у структуры может быть какая-то функция например да вот она также описывается и например мы можем какую-нибудь функцию сделать например print point без параметров которые у нас будет возвращать стринговое значение а вот здесь мы напишем что давай-ка ты нам дорогая возвращай стринг в которой напиши нам прям просто так вот и напиши xx . запятой y равно соответственно y и если мы сейчас возьмем нашу point и напишем print point то она вернется как раз вот наше значение да вот это вот который вот из этой функции можно что-нибудь переопределить например в этой структуре на что-нибудь типа там раз это например point вот ничего не будет возвращать а просто x выставит в ноль и y выставит в ноль так сейчас нам x-код должен ругнуться да он нам сказать что вот марк метод mutating да что он сам себя меняет вот мы его сделали mutating как он нам и попросил да и вот если здесь сейчас мы вызовем этот reset point то соответственно эти все . у нас скинулась вот как как все просто со структурами да и больше я вам там вам скажу что вот эти вот такие структуры типа point они у нас используются уже да есть целая библиотека и называется вот например на core graphics префикс сиджи это раскор график сдают например сиджи point это как раз та самая . она ведь она столько она у нас не в интов их тип данных нет соответственно флот ну вот ведь прямо вот под под копирку да значит есть структура у нас сиджи сайс это у нас соответственно квадрат она описывает да у которого есть высота ширина и высота и и и и и и и вот 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 что интересно есть еще структура которая состоит из структур да вот это вот интересно сиджи проект да квадрат с координатами то есть origin это левая верхняя точка да и сиджи сайс то есть в одной структуре содержатся другие структуры да вот тоже имейте ввиду и это очень часто будет использоваться и вы это будете использовать смоши рядом да вообще вот и быть приложение писать сиджи сайс сиджи point это вот везде есть на вот так вот значит работают структуры в следующем занятии мы разберем классы что это такое да значит структуры простые типы данных вот еще еще что охота сказать давайте сейчас напоследок да что они у нас они у нас да они у нас основное их отличие от классов в том что у них нет наследования да то есть вот мы создали структуру то она вот такая вот жесткая структура есть то есть если мы сейчас создадим новую например да там point 1 и присвоим ей значение point то произойдет копирование в памяти вот этой вот структуры и переопределение ее соответственно копирование по значению в point 1 да то есть все изменения которые мы будем делать в point никак не коснуться структуры point 1 и наоборот все что мы будем делать point 1 никак не коснется point вот с классами там немножко поинтереснее да там значение будут передаваться по адресу. Вот. То есть у нас могут быть несколько классов, которые будут ссылаться на один адрес, и все изменения, которые вы будете делать в одном, будут касаться и всех остальных, которые тоже ссылаются на этот адрес. Вот. Но об этом в следующем уроке это был. Сейчас такой небольшой трейлер. Вот. Сейчас мы с вами рассмотрели структуру. Все. С вами был Александр Сенин. Вот. Еще раз говорю, лайкайте это видео, не стесняйтесь, пишите обратную связь. Вот. До встречи в следующем уроке.